итак привет сегодня мы на объекте в квартире сегодня мы монтируем две каскадных системы соединяющихся в одну то есть по два каскада с этой стороны то есть двойная два полотна в каскаде доезжает до середины и здесь двойной также каскадная система еще собирается здесь в общем целом это будет выглядеть как единая перегородка вот но и для начала что мы делаем давайте я покажу для начала мы подготавливаем место то есть мы во первых убираем все лишнее что может нам помешать то есть вот тумбочки сдвигаем убираем сворачиваем ковры убираем всевозможные доски в общем освобождаем место далее мы застилаем все картоном то есть те места в которых будут проводиться работы всегда обязательно нужно защищать картон двп все что угодно вплоть до листа гипсокартона можно положить чтобы в случае чего в случае какого-то внезапного падения инструмента или того же самого пресловутого самореза с высоты например вот этой стремянки метр сорок и плюс своего роста то есть это порядка двух с половиной метров любой саморез конечно же если попадет то воткнется и испортит покрытие поэтому защищаем все раскладываем инструмент вот в данном случае у меня разложен так чтобы не мешать проходить туда-сюда далее мы смотрим и раскладываем пересчитываем все весь поганаж все комплектующие которые у нас здесь должны быть сверяемся с бланком заказа поэтому все здесь мы посмотрели посчитали все в норме но стекла они вот на сегодняшнем объекте вы видите что у нас будет сборка самих перегородок производится прям по месту потому что очень высокие перегородки максимально высокие и мы побоялись просто их собирать и вести и плюс еще это 21 этаж и поднимать их на 21 этаж по лестнице потому что в лифт они однозначно не вылазят это еще то занятие и очень малые шансы что мы поднимем их без каких-то повреждений потому что лестница в наших домах как в наших 21 этаж конечно не так много таких домов но лестницы достаточно узкие вот развернуться с таким перегородками всегда очень проблематично поэтому мы разложили все подготовили к сборке далее что мы делаем мы конечно же просчитываем вот я просчитываю вплоть до того что вот на таком вот кусочке я просчитываю все размеры промеряю высоты промеряю уровень перепада по полу перепада по потолку в данном случае у нас с вами имеется перепад вот с этой точки до вот этой он составляет по полу 5 миллиметров то есть вот это самое высокое место вот это вот здесь пошло на убыль здесь минус 5 миллиметров но это еще не все так как у нас перегородки прямоугольные и перпендикулярно все друг другу должно стоять мы еще должны понять как у нас потолок а вот по потолку оказалось что у нас вот это самое низкое место а вот это высокая значит суммарная разница в размерах получилось 14 миллиметров что такое 14 миллиметров это очень много то есть при условии 10 миллиметрового зазора на полу вот но 5 миллиметров здесь будет по полу перепад это мы сыграем а сверху мы просто скажем так смонтируем наши направляющие учитывая этот перепад и в итоге у нас с вами будет все четенько хорошо работать вот эти пять миллиметров мы раскидаем просто пополам и это будет даже незаметно что еще что еще так давайте еще небольшие лайфхаки накину когда вы занимаетесь оштраблением либо прикручиваем каких-то конструкций вот как в данном случае к потолку что необходимо знать конечно же необходимо знать разводку проводки да как она проложена где там еще что то вот так как это вторичка то есть никакой информации нет но скажу вот на опыте на своем что даже в первичках когда сам заказчик присутствовал при монтаже то есть принимал все работы даже в этом случае ну крайне крайне редко встретить схему электромонтажа то есть ее просто нет строители прокладывают как бог на душу положит потом зашивают это все гипсокартоном закрашивают и концов вообще не найти так вот что мы делаем поскольку здесь очень много светильников как они подключены откуда приходит питание вообще непонятно поэтому мы включаем все что есть вот абсолютно все вот эти вот боковые все вот эти вот внутри эту лампу включаем чтобы все горело для чего это нужно в тот момент когда мы будем перфоратором сверлить если вдруг какая-то из цепей погаснет вот то мы просто чтобы резко остановились ну и в данном случае хотя бы просто потом локализовали проблему в том месте в котором это произойдет потому что вполне вероятно что проводка у нас идет как-то вот по потолку заштукатурена там то есть никто ее не знает вот если же вы будете работать без света без включенных электроприборов что получится вы в конце дня когда будете сдавать объект вдруг включат они выключатель и получится так что например что-то из какая-то из цепи не будет работать и вы просто даже не будете знать где что как это случилось сама ли по себе эта цепь у них не работала или это вы ее перебили поэтому включайте все что есть и работайте уже ну скажем так это позволит минимизировать эти затраты по поиску неисправности вот который может возникнуть риск такой всегда есть как бы там что ни говорил как бы не обезопасил то есть всевозможные сканеры детекторы проводки и скрытой проводки к сожалению это все работает только в сферическом скажем так вакууме вот в реальной жизни это не работает что куча арматурок очень не запланированных каких-то гипсокартонных конструкций в которых идут металлические профили в общем вам не найти с помощью этого ничего так что вот это первый этап то есть мы как бы начинаем и по ходу пьесы буду вас держать в курсе все пока